Международная хакерская атака, добровольный слив данных, измена родине, с каких только кричащих цитат не начинались посты и речи всех наших известных псевдоэкспертов и гореаналитиков. В последнее время они, судя по всему, отложили диссертации по эффективности вакцины от ковида и принялись изучать научные труды по кибербезопасности и внедрению информационных технологий. По-другому такую реакцию на новый проект цифровой трансформации, честно говоря, объяснить затрудняюсь. Что же дальше? Будем работать с багами? Сделаем откат системы или все-таки дождемся обновления? Будем разбираться, это актуально. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok В высоком государственном уровне, то есть никаких частных бизнес-проектов и несанкционированных договоров. Все предельно прозрачно. Мы искали подобного рода решения, которые будут удовлетворять требованиям Комитета национальной безопасности и Информ безопасности. Мы в меморандуме «Черным по белому» прописали одну вещь, что нам нужны открытые исходные коды для того, чтобы мы убедились, нет ли никаких так называемых закладок, которые мы не знаем, чтобы злоумышленники не могли проникнуть в эти системы и злоупотреблять нашими данными. Это последовательное решение, которое обсуждалось в том числе и в правительстве, и в администрации президента. Поэтому то, что мы приняли такое решение, оно не сиюминутное и не чё-то давление со стороны. Что же такое открытый исходный код? Так вот, это программное обеспечение, которое доступно для просмотра, изучения и изменения, но только личному пользователю, в данном случае нашему правительству. Наши спецы имеют исключительное право самостоятельно доработать программу с помощью кода, изменить при необходимости под свои требования. Российским разработчикам платформы с момента запуска доступ закрыт. Любое несанкционированное вторжение, атака или попытка взлома базы данных – международное преступление. Предоставление исходного кода – это краеугольный камень. Часто разработчики не готовы им поделиться, особенно когда это касается международных компаний. Хотите использовать наше программное обеспечение – пожалуйста, но берите, как оно есть. Тот факт, что разработчик готов поделиться, открыть исходный код – это сигнал к тому, что они открыты, ничего не прячут, и каждый желающий может посмотреть, проверить, как оно работает. Согласно меморандуму, нам гарантируют суверенность наших данных. Сервера будут располагаться на территории Казахстана, а на платформе будут работать наши, отечественные специалисты. Конечно, неуязвимых программ не бывает, зато есть хорошо защищенные. Так вот, пока наши специалисты все детально не проверят, никто загружать личные данные казахстанцев не собирается. Использование зарубежного опыта и технологий, касающегося оборудования и программного обеспечения – это совершенно нормальная практика. Большинство стран не разрабатывает что-то свое с нуля, уникальное, а использует уже наработки. Где-то больше, где-то в меньшей степени. Но в целом это использование чужого международного зарубежного опыта. Это нормальная практика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова